Всем привет, меня зовут Николай Соболев и это Жизнь Ютуб. Что же еще? Ракамакофо ведь выходит на другом канале, а свои новые проекты я еще не выпустил. Поэтому сегодня мы снова обсудим новости из мира блогинга. Какой канал может дать фору Ивангаю? Зачем Катя Клэп душит своих подписчиц? И что они поделили Юрий Хованский и Дмитрий Ларин? Это и многое другое сегодня в выпуске. Погнали! Катя Клэп объявила о запуске своей линейки духов в ФОГе. И эта новость вызвала большое бурление общественных мнений. Куля, ты что, совсем скатился? Зачем обсуждать какие-то духи от какой-то блогерши? Тебе что, делать нечего, что ли? Делать тебе нечего? Губу закатай! Нет, стойте, подождите, для меня эта новость несет некие глубины смысла. Я рассматриваю ее с нескольких ракурсов. Но прежде чем поговорить об этом, давайте посмотрим на сам продукт. Вот, кстати, и он. Катенька, скажи мне, пожалуйста, ты не охренела ли продавать за 2200 рублей такого дешманского вида флакон объемом 15 миллилитров? Вот такие комментарии я встретил в обсуждениях. И что я могу сказать? В общем-то, по делу. На самом деле, Бош пахнет какими-то сладкими пиписиками. Вид духов странноватый. Хотя расчет на целевую аудиторию правильный. Пумпон привлекает школьниц. А упаковка в виде стильного фиолетового пенала вообще потрясла мое воображение. Дорого, вы говорите? 2200 рублей вместо полутора, да? Какая разница? Это бизнес на детях. Купят и за 2000, и за 3000 рублей. Да и вообще платить не вам. Сейчас вот здесь вот специально будет глубокий сочувствующий вздох в сторону родителей. Лучше бы видео выпускала, совсем уже обленилась. Были комментарии и такого рода, и вот от такого меня, честно говоря, от самого бомбит. Все-таки, что ни говори, Катя заслужила. Катя много работала, прежде чем свои 22 года продавать именные духи по цене духов от Диор. Действительно, почему меня? А от ваших возгласов видео на канале больше, к сожалению, не станет. Удержать себя от того, чтобы не начать зарабатывать сотни тысяч рублей в месяц, сложновато, согласитесь. Вау, туй, 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 гидаешь эти деньги направо-налево, такие, оу, шлюха, все дела. Ждем новую линейку туши для ресниц от Ивангая, интимные игрушки от Сони Есман и пивоварню от Юрия Хованского. Ладно, отвлечемся от темы о том, как российские блогеры хаснут на заработанные миллионы под песни Big Russian Box и Яникса, и поговорим о замечательной благотворительной кампании, которая организовалась за рубежом. 5 миллионов у Ивангая, 4 миллиона у Кати Клэп, 3 у Спилберг. Я могу продолжать очень долго. Но, тем не менее, несмотря на то, что у российских блогеров возможности, такие же огромные, как аудитория, никаких шагов в сторону благотворительности мы до сих пор с вами не увидели, если не считать проекта «Продажные звезды» от создателя «Спасибо, Ева» Юры Дегтярёва. Ну и ребята из Ракомакофо, конечно, красавчики. Ничего не скажешь. Тем временем PewDiePie принимает активное участие в крупной благотворительной интернет-компании, как я уже сказал ранее. Ладно, вы все равно вряд ли много чего поняли, но я вник в тему и вкратце готов вам рассказать. На 7 команд поделились блогеры, общая цель которых – это решение какой-то социальной проблемы. Одна команда – одна проблема. Та команда, которая в ходе этой игры побеждает, получает 250 тысяч баксов на решение этой проблемы. Пока что на данный момент побеждает PewDiePie. Собирается он решать проблему строительства водных объектов. Проблемище. Просто проблемище. Ну, хоть что-то, что ли. Я считаю, очень крутая инициатива и также считаю, что вы должны прямо сейчас поставить такой большой жирный лайк, если ждете того момента, когда, к примеру, Ваня Рудской начнет бороться против педофилии. Одна из самых обсуждаемых новостей недели. Критик, комик-инноватор Дмитрий Ларин вызвал на рэп-баттл Юрия Хованского. Вернее, даже вызов на версус-баттл. Если засал, готовь для побега шаттл славного города Ленинград. Блядь, я как дегенерат. Король сетапов и панчлайнов еще даже не успел начать свою подготовку, в то время как Хованский отреагировал молниеносно, продемонстрировав свою полную боевую готовность и прекрасную физическую подготовку. Ты получишь свой ответ! Ты получишь свою дуэль! Шоу-бизнес на просторах русского ютуба. Я готов поставить 1 миллион долларов, которые одолжу у Кати Клэп, что, естественно, этот рэп-баттл является договорным, особенно учитывая личность Хованского и его предыдущие боевые заслуги. Ты поверил мне? Ну ты и лох! Хованский мастер подниматься на конфликтах. Вспомните хотя бы постановочный конфликт с рэпершей Кристиной Си из Blackstar. Думал, я пойду наверх? Ага, ну ща, корабль идет дальше, крысы пищат. И, конечно, не уходит из моей памяти легендарная постановочная драка с Андреем Нефедовым. И идентичная постановка со Стасом Борецким, чуть ли не слова те же. Ты че, бля, нахуел, что ли? Ты че, бля, шмыряешься? Ты че, бля, вообще, бля, кто ты нахуй? Ты кто такой? Ты кто такой? Ты че, бля, волча нахуй? Понятное дело, что данный конфликт на руку обоим. И Хованский в данном случае это идеальный, профессиональный соперник. Вы пока что делаете свои ставки в комментариях, кто, по вашему мнению, больше достоин победы. Или вообще способен победить. Хованский или Дмитрий Ларин. Ну а мы не будем кормиться домыслами и позвоним самому Диме Ларину для того, чтобы выяснить и понять, как он вообще сам оценит свои шансы и для чего это все было организовано. Да, Коля, привет. Дима, привет. Прекрасная мелодия у тебя на рингтоне, я оценил. Да, я специально скрываюсь, да. Первый вопрос такой, Дим, вот зачем тебе это нужно и не было ли это все какой-то договоренностью общей об этом рэп-баттле? Держит для меня, скорее, даже не способ победить его или унизить. Я просто хочу высказать ему все, что накопилось. А таких вещей очень много, очень много. То есть это будет жесткий, это будет прямо, мы можем ожидать жесткого баттла. Да, да, самые жесткие вещи, которые я только... Мне даже рисмовать не надо, мне кажется. Я могу просто зачитывать факты, которые у меня в голове есть. Как ты оцениваешь свои шансы, если говорить о победе? Ну, шансы всегда у всех есть, пока события не произошло. У меня есть шанс даже президентом России стать. Кого в будущем мы можем видеть в качестве твоих соперников на рэп-баттле, если у тебя все получится? Вот, к примеру, Паша Микус может рассчитывать на долю вообще? Нет, боюсь, Паша Микус не сможет сделать, ну, больше слов, чем на 6 секунд. И предложение без катов он не сможет формировать в своей голове. Там все очень, очень все трудненько. Шок, друзья мои, сенсация. У Ивангая появился конкурент на просторах российского Ютьюба. И нет, конечно же, я имею в виду не отвратительные, мерзкие, вторичные, посредственные, блевотные копии самого Ивангая. Пить масло? Да, у кого-то сегодня будет поносик. Русский канал с топами и лайфхаками Сливки Шоу занял четвертую позицию в мировом рейтинге самых быстро растущих каналов. Это даже произнести страшно, но только за последнюю неделю на канал подписалось 210 тысяч человек. Да ничего! Да ничего! Мне очень сложно определиться, как я сам отношусь к этому каналу, потому что, с одной стороны, интересный познавательный контент, с другой стороны, слегка расстраивает, что это даже не просто плагиат в большинстве случаев, а это просто точная копия зарубежного контента. Но создателю каналу, конечно, хочется выразить большой респект, потому что вы попробуете еще так грамотно скопировать. Ни хрена у вас не получится. Ну, получится, так делай. А то пока ты только меня снимаешь. Ну что ж, а это были все самые интересные новости этой недели. Ну а сейчас по традиции, хотя нет, я не буду сегодня разыгрывать видеосигну, я разыграю кое-что покруче, а именно ту самую прекрасную пижаму, в которой я сейчас сижу. И, кстати, это даже не пижама, это идеальный подарок на Новый год. Вот сейчас вы увидите ее на экране, вот сейчас вы увидите снова ее на мне. И для того, чтобы выиграть этот замечательный комбинезон от фирмы Броноси, вы должны, первое, сделать репост этого видео из официального паблика ВКонтакте, второе, это подписаться на наш замечательный канал на Ютьюбе и, конечно же, на мою официальную страничку ВКонтакте. Ну а с вами был Николай Соболев. Всем спасибо и до новых встреч. Пока! Подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить каждую неделю Жень Ютьюб Видеоверс. Ну и, конечно, ставь лайк, если ты, ну, неравнодушный там какой-то.